привет всем подписчикам и гостям моего канала сегодня я буду укоренять черенки с применением х сфагнума корневина и увидим дальше что я буду делать черенки я вымачивал двое суток в воде без добавления меда гидроуксина просто на воде это черенки альфы я их нарезаю с осени для видео двое суток они у меня вымачивались вверх я подрезать не буду вымачивал в тазике лежа я в предыдущих видео показывал в бутыле вымачивал но в этот раз эти в тазик укладывал сейчас просто переставил в бутыль чтобы удобно было на столе тут показывать потом зип пакетик так поехали отрезаем низ ослепляю сначала глазок глазок ослепляю так чтобы не повредить древесину удалим этот усик резать буду прям под почки миллиметра 4 где-то 5 смотрим черенок здоровенький сердцевинка тонкая это говорит что он вызрела лоза и вообще он перезимовал хорошо храню их на нижней полке холодильника в пакетах черных это тоже есть моих видео режем второй черенок убираем глазок скоро выложу результаты своих предыдущих укоренений уже скоро все отлично будущее у него есть делаю прорези поступаю сантиметров я когда 4 отступаю здесь отступлю сантиметра 2 4 царапки вилочкой так чтобы поцарапать только кору не древесину в этих местах можно не процарапать но за счет у этих царапок корни пробиваются значительно быстрее я вам сейчас покажу в баночке у меня тут результат стоит один на вате видео я еще не выкладывал видео я выложу полностью к вашему обозрению когда будет более лучший результат на всех черенках тогда я добавлю это видео обмакиваем корнеобразователи корневин кто-то у меня спрашивал в комментариях чё производство корневина я вот серьезно я так и никогда не смотрел покупаю в разных магазинах написано мос агро урожай гарантируем изготовитель москва и второй череночек обработал мох спагнум в этой упаковке он продавался уже увлажненный я еще дополнительно сейчас вот смочу укладываю зип пакетик видели наверно многие метод укоренения по пузенко на шкафу там черенки заматываются тряпочку я хочу сделать вот таким способом устанавливая пенопласть они укореняются отлично ну или просто 5 литровки на дно вот так стоя а этот мы сделаем на шкафу ног сфагнум я отжал чтобы с него не текло что здесь было просто влажно удобство зип пакета в том что я сюда два черенка установлю удобство зип пакета в том что его можно застегнуть так что не будет испаряться влага ну все равно останется щелочка благодаря которой будет немножко поступать воздух вот так вот так мы еще обернем ее потом укладываю в пакет сверху надеваю еще один пакет несём на шкаф ну прежде чем идти на шкаф я вам покажу ровно две недели назад установил это у меня подставочка тут попалась такая на работе удобно для баночки поставил на укоренение на вату с водой я вам рассказывать всего процесса не буду будет скоро видеоролик полностью и вот смотрите через две недели какой хороший результат прорываются корешки видно их отлично а почки только-только слегка набухли вот собственно так и должно быть идем укладывать на шкаф укладываю на шкаф купе наверх и веточками по направлению к окошку специально положил здесь градусник сейчас посмотрим температуру температура плюс 25 это отличная для них среда и здесь они должны быстро укорениться через две недели я загляну сюда но так как она у меня замотана не в тряпочку как по методу пузенко я буду раз в день переворачивать пакет что вода со спагнума будет оседать внизу переворачиваем и тем самым дальше продаем процесс влагообмена всем привет вы на канале клуб садоводов хабаровск с вами вновь александр я в предыдущей своей серии показывал как я устанавливал для укоренения черенки винограда на шкафу сейчас мы посмотрим результат устанавливал я 5 февраля сегодня у нас 22 февраля то есть прошло 17 дней я заглядывал уже сюда раз в несколько дней я увлажнял субстрат с пульверизатора с подобного сейчас мы видим состояние вот водичка даже есть немного то есть он даже чересчур влажный температура там было около да не около там 25 не меньше градусов наверху всегда теплее я градусник устанавливал посмотрим начнем с почек как всегда глазок нижний у правого черенка нижний глазок набух хорошо уже набух верхний немножко но непонятно что с ним дальше будет но вроде живой низ видим вот прорывается корень вот он беленький калус и вот-вот уже будут корешки второй черенок почка готова распуститься нижняя нижняя явно ее не будет ну она нам и не нужна верх не будем отращивать низ черенка тоже весь разбух уже его уже рвет и вот я вижу на камеру видно нет вот вылазят корешки уже готовы выйти это результат на семнадцатый день то есть внешне результат скажу хороший сейчас я их укладу дальше в зип пакетик и поставлю еще на несколько дней а можно просто вот так в воде оставить и они быстрее по моему дадут корни но я все таки доведу до конца зип пакетики в общем результат хороший но метод вот этот честно скажу мне не очень понравился за теми черенками которые укоренял на других субстратах кокосовый фагнум и в зип пакетах также стоя пенопластовой коробки это все есть на их видео плейлист метода размножения винограда я ссылочку дам в первом комментарии и там все на виду как бы все на глазах и тем более когда если их много это так единичный тут пару черенков просто так скажем эксперимент ну эксперимент в общем удался все мы видим а другие методы мне больше понравились а больше всего мне понравился метод укоренения на вате там на семнадцатый день да на семнадцатый день также были уже корни по почти по сантиметру на этом заканчиваю свое видео смотрите другие мои видеоролики с вами был клуб садоводов Хабаровск с Александром всем пока на этом я